МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КСУП «Экспериментальная база Пянчин» Будокошелевского района – одна из немногих господарок нашей области, которая специализуется на выросшивании элитных гатунков бульбы. Лилея, брызу, ладар, акцент, журавинка, крыница, зорница – у сёгэта – другие хлеб повышенной якости, який что дня сбирают с полё господарки. Убрано где-то около 55-57% от всех площадей. Уже у нас в наличии без малых тысячу тонн картофеля. Ну, ещё похода недели две хорошая без дождей, и картофель будет убран. Техникой и працонной силой господарка целком забеспечена. Одны працуют у поля, іншая сконцентрованы на сортовальном пункте. Тут отбывается сортование насенной и товарной бульбы, якая у дальнейшем пойде на реализацию у господарки нашей области. Продукцию экспериментальной базы объеднувая знак якости, а у всех удельников бульбоуборочной компании имкнение и энтузиазм уставлены до огульной справы. У нас многие механизаторы добросовестные, они работают на энергонасыщенной технике, выполняют, перевыполняют свои нормы, ну и за это, соответственно, у них достойная заработная плата. До того ж для удельников уборочной компании тут продугледжена и натурплата. Яна заявляется важкой допомогой и своясабливым стимулом доплёной працы. Вероника Ворошилина, Сергей Климович, телерадио «Компания Гомель» с Бута Кошелёвского района. Вестка об жудосном забойстве у Волотове разлетелася по Гомеле ясче до заявления официйного поведомления правоохоуных органов. 22-годовую студентку Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны забили за сабливой жорсткостью под вокнами ее дома. Праспятнадцать годин подозронный у злочинстве был затрыманный и давал признальные показания. Уходким часе справа будет передадена у суд. С подрабязностями наш корреспондент Виталь Доуге. Забойство на улице Чачарской у Гомеля отбылося у ночи прикладно о полове первой годины. Дзявчина ишла, дадому одна говорила по телефоне. У гэты момент на ее накинулся забойца и зрабил первый удар ножом. Усяго криминалисты наличили больше ста проникающих раненёв. Ничего из вещей погибшей тронуто не было, поэтому мы исключили версию корыстную. Просматривала особая жестокость совершенного преступления, поэтому мы еще не исключали версию проявления совершения преступления лицом психически нездоровым. Удары ножом наносились на протягу пяти хвилин, бесперапынно, так говорят шматликие светки с дарыни жихары суседних домов. Весь гэты час дзявчина жудас накрычала, молила об допомозе. Однако, коли прохожие потелефоновали по номеру 102, дзявчина уже загинула. Информация была скудной, были лишь приметы и информация о белом пакете. Была проделана огромная работа сотрудниками уголовного розыска и следственного комитета. Благодаря общению с гражданами была получена первоначальная информация о приметах преступника. Проспятнадцать и один с моменту забойства подозренный был затрыманный по месту своего жихарства. 24-х годовый ранее судимый гамильчанин некольки месяцев тому вызвалился с места позбавления воли. Диапынулся за нанесение тяжких телесных пошкоджанил со смиротным выникам. И он забил своего айчыма, ця первость девчину, якая покрытыковала его публично. Практически все преступления данной категории, то есть убийства, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, за исключением одного, в этом году раскрыты. То есть это та категория преступлений, на раскрытие которого мобилизуются практически все возможные силы и средства правоохранительных органов. Виталь Дугий, Сергей Калацей, телерадио, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. С сегодняшнего дня билеты на тягнику столицу можно заказать празинтернет. Белорусская чагунка начинает продавать электронные проездные документы в новых межрегиональных накерунках. Уже два тыдни такая система дейничает для тягников «Брест-Минск» и «Витебск-Минск». А с этого дня применение послуги электронной регистрации распаусюдзится на усе областные центры. У тым лику на ранешний тягник «Гомель-Минск», а так само на тягник «Гомель-Калинкович и Минск». У дальнейшем колька стрессов, на яке можно купить электронный билет, будет повеличиваться. Оплата проезду празинтернет дозволяя значно скоротить час. А кроме того, такий билет немогчима стратить альбо пошкодить. При посадке у тягник потребен только документ, на яке был оформлены электронный билет. А як яго можно оформлять, можно доведаться на сайте беларускай чегунки. Самодана служить своей краине, оборонять ей интересы и быть годным грамадянином. Такие слова обещания прогучались сёння под час урочистого залечения школьников средней школы номер 3 у роды кадетов. Навучальная установа великую увагу надае патриотичному выхованию своих вучнив. Одним из первых у Беларуси тут з'явиліся кадетские класы. За час их існовання тысячи человек отримали необходные веды і продовжили ваенную адукацію ва університетах. Черговый прием у кадеты промерковалі до 90-х годзі с дня нарадження Дмитра Пенязькова. Герой Советского Союза, гоноровых громадянин города Гомеля. Пад час другой сусветной здесь не у не один геройский подвиг. Сёння мінавіта його імя носит середня школа номер 3. І патриотичное выховання у ёй вядзеца перш за ўсё на таких вось прикладах можнасті. У нас імеється всі матеріалы о подвигі Дмитрия Нікандровича. Приходять його, кода його не стало, он раніше к нам сам часто приходил, а щас, кода його не стало, приходять його друзія, родственніки і розказують обо ёмі пуці, каторый свершил Дмитрий Нікандрович. На гэтым тыдні у Гомілі знаходзіцца далігацца удзельнікаў італьянскага праекта «Жыць з позитывам». Йон був заснаваны ў 1997 годзі ў горадзе Турын. Його стваральнікі і прыхільнікі дарылі радасць людзім, які знаходзіліся ў тяжкай жыцьёвай сітуаціі. Прызні каторый час гэты валанцёрскі рух распаўсюдзіўся не толькі па ўсёй Італіі, але і далёка за ёемешамі. На Гомільшчіні праект заявіў об сабе ў 2009-м. Йон атрымаў назву «Вясёлый нос». Усе подрабязнасті тесного супрацовніства двіх воланцёрскіх арганізацій з Гоміля і Італіў. У нашым наступным сюжеті. У четвёртый раз на Гомільшчіну завітала итальянська делігація Асоціацій бальнішніх клоунов. Головная мета візіто – обмін вопытам паміж дзвумя нашымі арганізаціями. А так сама працягнення новых младых людзей до такого цікавага накерунка воланцёрской дзейнасті, як клоуна-терапія. А крымя гэтага, весёлый итальянцы з чарванымі носамі заззірнуць ў гості дохворых дзятей, які зараз проходят лячыння ў медыцинскіх установах обласного центра. В этот раз мы привезли в Гоміль спектакль, который хотім сделать вместе з дзятьми. То есть малыші сами будуть выступать в ролі актёров, а мы їм в этом поможем. Кожне з їх має свою професію і особистое імя. Однак, як толькі я не надівають червоні носи, ўсё зміняється. З простых людей я не пероутворяються у весёлых клоунов, які можуть здівіть, порадувати і навіть подаріть надію. Я не ведаюць самі весёлые гульні, самі незвичайні фокуси і мають самі добрые намеры. До того ж, для того, каб стать клоуном-волонтёром, зовсім не трэба быць урачом тімеця строй. Для гэтага достатково мець щырае жадання приносить радость людям і прайсці певную падрыхтоку. Наш новый метод работы – это своеобразное превращение людей, с которыми мы работаем, в клоунов. Такая практика у нас была с наркозавісимыми і алкозавісимыми людьми, а так же с теми, кто находиться в тюремном заключении. Гомельска-волонтёрская група «Вяселый нос» кожным годом пополняються новыми удзельниками. Наші рабяты допомагаюць детям, які знаходяться у медицинских установах на протяглым лячэнні. Хоть гэты проекту адрозненні ад итальянской асоціації больничных клоунов мая больш вузку спеціалізацію, нельга сказаць, што їх дзейність лёгкая і она приносить радость тым, кому гэта необходна, як поветра. Евгения Кімцова, Валерий Гапанько, телерадоя компанія «Гомель». У Гомелі з'явіўся спеціальны маршрут для людзей з обмежаванными махчымастями. Мэта соціального таксі зробіць поездки комфортными і бяспечными. Новый городський транспорт доследовала Катярына Сапельнікова. Ветераны-інваліды перші групы і деці-інваліды можуть корыстацца послугаймі гэтага транспорту абсалютна бясплатна. Маршрут охопліва медицинскі установы, органы дзержавного кіровання і соціальны аховы. Важна асаблівась самой машыны – мікроутобус обсталяваны падйомной платформы для інвалідав-колясачнікаў. Гомельчанін Вячеслав Пясенко з дачкой Ганны скорысталіся таксі, каб доехать до центра соціального обслуговування. Сюда б мы ўже сьогодні, напам'я, не приїхали. А із-за того, що похолодання і условія такі комфортні, пачімы б не приїхать. Соціальнае таксі – неабходны сервісу Гомелі. Тут проживає калі 5 тисяч інвалідав. Каб дню знікалі чыркі, адмову до памоці обіжавання уведзіна адразу. Паслугай можна корыстацца толькі раз ў тыдзень. Даречі, графік працы адрозніваецца і ад городського транспорту. Тут таксі спрацює з 8 до 17.30. Я думаю, жылаючих буде очень много. І довольных тоже. Гэта пакуль пілотны праекту. Гомелі працюють толькі две машыны. Неод'ємна і звичайна частка життя города. Катерина Сапельнікова, Валерій Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Самі оперативні новини, інформацію о праектах телерадиокампанії «Гомель», рекламні пропановы, контакты і персоналі. Гэта і не толькі ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті. Па адресі www.tvrgomel.by. І на гэтым наш вечерній випуск завершений. Добрых вам новинів і до нових зустріч у ефіри. Добрых вам новинів!